Кузницы педагогических кадров Марийский педагогический институт в эти дни отмечают уже 90-летний юбилей. На первый курс в это учебное заведение поступили 110 студентов. А после войны он стал одним из крупных вузов, который занимался подготовкой учителей начальной и старшей школы. В 2008 году институт был присоединен к Марийскому государственному университету. Тему продолжат мои коллеги. Праздник, посвященный 90-летию института, начался с возложения цветов к памятнику Надежде Крупской. Именно ее имя это учебное заведение носит с 1933 года. Вуз-юбиляр предстал перед гостями в обновленном виде. В честь прежних руководителей института возле кабинета, где в разные годы трудились директора и ректоры вуза, была торжественно открыта памятная доска. Сто лет назад образована наша республика, первые годы, какие были мощные пассионарные личности, чтобы за очень короткий период, голодный, разоренный, еще непонятно какими смыслами строящейся республики, небольшой нашей республики, начать преподавать и организовать высшую школу. Конечно же, это всего 110 студентов, это 16 преподавателей, по раннейшим меркам это только кафедра, но сам факт, что 90 лет назад высшая школа была образована в нашей республике, впечатляет. В подарок к солидному юбилею институт получил отремонтированное фойе и актовый зал, обновленную аудиторию для преподавания социально-гуманитарных дисциплин и современный читальный зал, оснащенный необходимой литературой, компьютерной техникой, каворкинг-зоной и стильным интерьером. Безусловно, это место станет любимой площадкой у студентов. Однако стены и мебель – не самое главное, что создает атмосферу в учебном заведении. В первую очередь это педагоги и студенты. Сегодня в институте работают 150 преподавателей, две трети из них имеют ученую степень. Наряду с молодыми специалистами, которые остаются работать в ВУЗе после его окончания, преподают ветераны педагогической системы. Педагогическая специальность, наверное, была всегда востребована и будет востребована, потому что педагог – это, наверное, не столько профессия, сколько миссия и призвание, как сейчас об этом принято говорить. У нас ежегодно поступают более 200 педагогов на педагогические специальности. Это не имеется в виду только школьные учителя. Это и работники дошкольных образовательных учреждений будущие, это и психологи-педагоги, которые потом пойдут работать в школу, это и дефектологи. И мы никогда не жалуемся на отсутствие конкурса или на наличие бюджетных мест, которые оказались не закрыты. Даже в прошлом году, когда мы принимали в условиях пандемии, у нас на большинстве специальностей был конкурс по два-три человека. Сегодня на очном и заочном отделениях пединститута обучается около 2000 студентов по 19 направлениям бакалавриата и магистратуры. Кузница педагогических кадров выпускает специалистов для работы в школах и детских садах, педагогов-психологов, логопедов и дефектологов, переводчиков, экскурсоводов и дизайнеров. У меня бабушка является воспитателем, я очень люблю детей, с детства мечтала, играла в детстве в игры. Я планирую быть логопедом, либо с педагогом, которая работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мне привлекло то, что можно много всего нового узнать, можно много всего нового изучить, потому что это очень интересная стезя, в которой я бы хотела поработать. Сегодня педагогический институт имени Крупской «Альма-Матер» для более 70 тысяч выпускников. Важно, чтобы после окончания вуза желание выпускников работать по выбранной специальности было поддержано возможностью работодателей предоставить молодым специалистам рабочее место и достойную заработную плату. Тогда проблема дефицита кадров образовательной системе будет не страшна.